Сегодня в Уссурийске и Приморского края тысячи людей, полиции, волонтеры искали восьмилетнюю Настю Луцишину. По всему городу расклеены фотографии девочки, на мобильные телефоны рассылают СМС с ее приметами. Настя пропала накануне вечером, покинув здание школы чуть раньше обычного. Она разминулась со встречавшей ее бабушкой и самостоятельно направилась в сторону дома, до которого так и не дошла. Родные девочки сразу же забили тревогу и начали поиски, но пока никаких следов, объясняющих исчезновение ребенка, обнаружить не удалось. Сергей Анцигин передает из Уссурийска. Первые листовки с фотографией и приметами пропавшей второклассницы появились в ее родной школе, расположенной на окраине Уссурийска. Внезапное исчезновение Насти Луцишиной шокировало всех учителей и учеников. В последний раз девочку видели здесь в спортзале накануне вечера. Родители записали дочь в секцию по легкой атлетике. Тренировки заканчивались в одно и то же время и по заведенной в семье традиции бабушка приходила за внучкой в школу и отводила ее домой. Однако вчера они неожиданно разминулись. Никто не знал, что тренер отпустит младшую группу на 10 минут раньше обычного. Девочка самовольная никогда не уходила. Она всегда сидела в фойе школы на скамеечке и ждала бабушку. А здесь вот что за причина, что ее подтолкнуло встать и уйти, не дождаться бабушку, хотя живет рядом со школой. Частный дом, где проживает семья Насти, в пяти минутах ходьбы от школы нужно только перейти дорогу. Но домой девочка так и не пришла. Родные сразу же подняли тревогу. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 8-летней жительницы города Уссурийска Анастасии Луцишиной. По пункту В, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства малолетнего. На поиски пропавшей школьницы были подняты 10 отделов полиции Уссурийска. К операции привлекли кинологов. Они прочесали все окрестности, заглянули в подворье дачного поселка и даже проинспектировали местное кладбище. Никаких следов. Свою помощь правоохранительным органам предложили десятки волонтеров. Целый день они расклеивали в городе ориентировки с подробным описанием ребенка. Рост 130 сантиметров, была одета в красный пуховик. Особая примета – еле заметный шрам на правой брови. Все водители такси получают раз в час СМС-оповещение, что пропала девочка. Но уже начали все отклики. Звонят таксисты и по приметам рассказывают, где видели похожую девочку. Пролить свет на загадочное исчезновение могли бы камеры наружного видеонаблюдения. Однако в школе они не установлены. Добровольцы обратились за помощью к автомобилистам. Возможно, девочку случайно зафиксировали видеорегистраторы, проезжавших мимо машин. По словам классного руководителя, Настя Луцышина вполне благополучный ребенок. Воспитывается в бесконфликтной семье, никаких проблем с учебой. Более того, накануне исчезновения школьный тренер вручил девочке грамоту за успешное выступление на городских соревнованиях по легкой атлетике. Несмотря на то, что целые сутки поисковой операции не принесли результатов, ни родные, ни волонтеры не теряют надежды. Искать продолжают даже ночью. Сергей Анцыдин, Алексей Григорьев, телекомпания НТВ, Приморский край.